Друзья, привет! И сегодня у нас сравнительный тест-драйв Niva 4х4 и Гелендваген G500 4х4 Tamiya CC02 против какой-то самодельный шасси. Погнали! Сначала посмотрим на небольшой съездик. Так, сядет на брюхо или нет? Вообще, слушайте, еще заехать надо, оказывается. Но ничего, норм. И Гелик справился. Нива на пневме, поднята в максимальное положение, поэтому не должны нигде черкануть. Вообще, еще проще, по-моему. Дальше начинается бездорожье более серьезное. Я напомню, в Tamiya стоит другой движок, 45 витков, и шестерни в редукторе стоят как на понижайку. То есть, на low speed. И поэтому мы можем передвигаться медленно, правда, недалеко. Садиться на брюхо. Очень плохое строение снизу. То есть, не плоская площадка для редуктора. Сам редуктор торчит, и поэтому просто садиться и... Ты где застрял-то? Tamiya! Не позорься! Вообще, жесть! Еще один заходик, дам тебе так и быть. Сейчас попробуем с рывка там пролететь, если получится. И... Давай! Ну, же Tamiya, не тупи! G500, G500, Гелендваген! Это какой-то, не знаю, Хломоваген у них получился. Сто процентов! Не, конечно, может, Niva здесь покажет еще худший результат, но я сомневаюсь. Передний дифференциал свободный у Niva, поэтому у Geliqa есть шанс, что он где-то будет выигрывать. Вот видите, я не могу затянуть, потому что у меня сейчас одно колесо полностью вращается легко. А левая застопорилась. И сейчас в обраточку получилось. Блин! Ну, хоть какой-то шанс у Geliqa, так бы Niva залетела бы, наверное. Но, смотрите-ка, не может, не может. То ли, блин, сзади цепляется своим бампером, то ли я не знаю. Хо-хо-хо! Хломаниво! Ну, давай, Гелендваген. Друзья, за кого болеете? За гелика немецкого или за российскую Niva все-таки? А-а-а! Не получилось! Блин! Смотрите, вообще завис. Ну, подтолкнул. Ну, поехал кое-как. Опущенная Niva такая едет, 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 едет. Хопа! Думает, подождите-ка, мощное препятствие. Сейчас поднимем. Подняли. Передок подняли. Все. Теперь можно пробовать заезжать. Давай. Надеюсь, свободный диф. А-а-а! Блин! Тот же самый эффект. Повисли на брюхе ни туда, ни сюда. База примерно плюс-минус одинаковая, но у Niva поболее будет. Но, короче, гелику это не помогло. Мог бы цепануться колесами здесь. Так, ну, в общем, Niva тоже слилась. Давайте посмотрим заезд в гору. Думаю, бесполезно смотреть. Залетаем с этой стороны. Давай, давай, давай! Гелик, гелик! Давай, давай, давай! Почти! Интересно, у Niva, по-моему, больше оборотов. Хотя это G500. О, G500! Неплохо казался! И давай, нам надо туда уехать. Полный газ! Отлично! Дальше едет Niva вот. Хопаньки! Блин, а с выворотом что-то беда. Вообще легко. Кстати говоря, резина-то позубастей будет. Вы видели? Вот так Niva! Вот так Russian Автопром! Дальше у нас съезд парламента. Ой, точнее, просто мощный съезд. Так, кто полетит носом? Никто! Гелендваген легко преодолел этот спуск. И... Блин, чуть не засел там. Обалдеть! Просто на ровной поверхности. Давай, гелик! Сдвинет он это бревно или нет? Хотя для него это не просто бревно. Это... Обалдеть! Что? Блин, ну никак! Слушайте, там еще какая-то коряга торчит. Вот так он решил. Решил вот так пройти. Цыпанет зеркалом или нет? Давай, 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 Гелендваген! Ну же! Нифига! Нифига! Не пробирается! Вообще ни в какую! Дальше едет Нивовод. Нивовод спускается на своей точилове. Достаточно тоже легко преодолел. Есть лебедка, если что. Можно цыпануться. Гелик-то какой-то неподготовленный. О, что творит-то? Ну вы сами все видите. Блин, не перевернется ли? Вопрос. Вопрос хорош. Но нет! Не перевернется! Просто садится на брюхо и все. Смотрите, вот здесь, в этом месте. Уселся. И приехал! Даже не знаю, кто круче. Дальше можно пролететь, используя всю свою мощь. Давай, G500. Отлично. Так, а здесь приехали, походу. Жмем, 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 жмем. Ну же, Гелик. Не позорься! Давай! Резинка, конечно, так не впечатляет. Полный сток, но заехал. Дальше мчит Нива. Подготовленная. Нива на блокировочках. Фу-ху! А что вы скажете здесь, господин Геллендваген? Ну давай смотреть. Здесь достаточно твердая поверхность. Цепануться достаточно легко. И на этом приехали. Опять приехали. Ну же, ну же, ну же. Блин, страдает только что корпус и моя психика от этой томии. Так, уже неплохо добрались. Хопаньки! Вот это был переломный момент. Я думал, сейчас завалится. Но, блин, опять сидит. Сидит на тягах. Вот, показываю. Тяга дурацкая. Торчит, как это. И поэтому Гелик приехал. Гелик здесь слился. Оу-оу-оу! Нифига себе! Моща-то, да? Пошла. И взял, и выехал. Я-то думал, уже все потеряно. Хе-хе-хе, смотри, засел. Красный цвет самый быстрый. Но в наших соревнованиях быстрота не самое главное. Главное, чистота прохождения участков. И не застрять. Не застрять, как это делает Нива! Да, ну, Гелик-то так же, собственно, засел на брюхо. Опять свободный передний дифференциал не дает возможности. Ну, уже давай, Нива. Не позорься. Так. Сейчас. Не поехал по той траектории, по которой я хотел, чтобы он поехал. Кто? Он, собственно. Она. Оу! Ну, и ведро. Так. Нива выезжает дальше. Бум-бум-бум-бум. Чит. Так, секунду. Это было здесь. Нива выезжает дальше. И придется запрыгивать как-то. Обалдеть! Вот она. Вот она траектория, где ехал Гелик. Я понял. Но, блин, мы на брюхе сидим. Я тут, главное, позорю, томею. А тут самодельная шасть не может. Все. Все, повисли. По полной, походу. Ни туда, ни сюда. Чуть-чуть помог выехать. Хочу, потому что посмотреть вот здесь, как поедет. Резина достаточно мягкая. Видите, какой мощный протектор. Круче, чем у Гелика. Но не всегда здесь помогает. Ну, здесь неплохо было, неплохо, да. А там было сложновато. Опаньки, здесь перелетает-то как. И сюда помчал. Изначально Гелендваген был очень быстрым, очень шустрым. То есть, стоковая шассица С-02. Я поставил движок 45 витков, и он стал нормальной трофейкой. Но, правда, теперь в горы залетать вообще не хочет. Не хватает скорости. Все перерывает и зарывается, и все. Посмотрим на Ниву здесь. Я думаю, вот так вот смотрится гармонично. Ведро и ведро. Переходим к Ниве опять. Так, давай, давай, давай. Мощь есть, скорость есть. Зацеп более чем достаточно, по-моему. О, а вот с развесовкой нет. Проблематично. Ни с чем опять там садиться. Ну, давай, прямо сносит в сторону. По-моему, здесь уже никто не заедет, здесь все перерыто просто. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Дальше мега мощная яма. Ну, давай, Гелендваген. Ну, в принципе-то будем съезжать аккуратненько, да? И смотреть, что будет происходить. Засел на брюхо. Намотал что-то себе на колесо. Давай, 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 давай. Ну, Томия. Было бы плоское днище. Я думаю, соскочил бы намного проще. А так цепляется, конечно, и все. Не цепанул передним свесом. С запаской даже чуть-чуть цепанул, но проехал. И мощи хватило выехать. Неплохой результат показал Гелендваген. Ну, посмотрим, что скажет российский автопром. Нива. Блин, тоже садится на брюхо. Сейчас я вам покажу днище автомобиля. Та еще беда, оказывается. Вот так вот канистры вылетают. Тебе хватит бензина туда ехать. Бак маленький, сами понимаете. Вводит с собой кучу канистр. Садится на задний металлический бампер. Но нормально. И попробуем плавненько. Хо-хо-хо, круче Гелика. Вот оно, днище Нивы. Как видите, вот эта вот площадка. Она здесь сильно выступает и за нее цепляется. Здесь нету тяг, по которому могло бы все проскользить, как вот с этой части. И поэтому упирается и сидит на этой части прям вот. Ну, короче, с Геликом плюс-минус одинаково. По днищу сейчас выходит. Ну, посмотрим на заезд. Давайте еще раз геометрическую проходимость глянем. Ходы подвески, все дела там. Вот так вот у нас выглядит Гелендваген. Очень неплохо для стокового автомобиля. И дальше бампер встречается с камнем и его сносит. Все. На этом препятствие у него закончилось. Нет. Сейчас возьмем другую траекторию. Попробуем вот здесь вот. Вот. Должно хватить по высоте. Но не хватает нам зацепа. Бампер уперся. Давай, 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 давай. Нарыл уже задним левым колесом большую яму. Смотрите, что творит Гелендваген. Вот это да. Те, кто болеет за него, наверное, говорят, нифига себе, техника валит. Так. Ну, давай. И мы сели на брюхо. И чувствуем, мы сейчас не съедем отсюда. Но реально засел. Конкретно. По полной. Гели, гелик, не сливайся. Ну, он, походу, слился. Вот торчит у него редуктор. И вот этой частью он как раз упирается в камни везде. Блин, ну почему Томей так тупо делать? Почему нельзя, как у нормальных тачек, сделать площадку плоскую? Это прям вот огромный минус к проходимости. Ладно, Нива самодельная. К ней так не будем сильно придираться. Да, там делалась подвеска передняя независимая. А у Гелика на мосты. То есть там и тяги идут, а здесь тяг нет. Ну, как бы Нива есть Нива. А тут все-таки такой покупной продукт на всех потребителей. Смотрите, что творит Нива. И вот мы уперлись как раз этой площадкой. Не можем проскользить. Это место надо дорабатывать, да. Если бы было все доработано, то мы бы проскользили и все. Но нифига, блин, еще хуже. Гелик хоть как-то подальше проехал. Нива, Нива. И посмотрим, кто кого утянет. Раз, два, три. Ху-ху. Как вы поняли, тут особых шансов-то нету. Гелик даже сдвинуть не может. А Нива? Даем газку. И потянули, потянули ведерочко-то. Потянули. Отлично. Ну а сейчас мы узнаем, у кого нормально с центром тяжести, у кого круче резина. Давай. Самый мощный заезд, который Гелик не может преодолеть. Ну давай, 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 не тупи, не тупи. Блин, на маленьких камушках застревает где-то там. И нифига. Если вы смотрели обзор на Гелендвагена, то вы видели, что поднимается в гору он не очень хорошо. Берет 53 градуса, но это все с разгона. То есть у него беда с зацепом. По наждачке даже не может цепануться толком. Резина просто дурацкая. Итак, Нива на какой-то неизвестной мне резине. Что творит? Вон что творит. У Нивы тяжелый корпус, сами понимаете, это вам не лексант. И поэтому происходит такое. Но с зацепом хотя бы нет проблем. Уже преодолевает большее расстояние. Но тоже недалеко. Даю еще попыточку тебе, давай. Нифига. И тут Нива вот хитрит и высылает свою радиоуправляемую модель. Смотрите-ка, несется, несется в гору. Вау, вау, вау. Оу, тоже самый эффект. Честно говоря, не знаю на 100% кому присвоить статус ведра сегодня. Но Гелендваген, мне кажется, больше сливается, чем Нива. Да, у Нивы есть свои плюсы. Но и минусов хватает. Хотя шаська самодельная, поэтому и с тяжелым корпусом. Простительно, скажем так, но Гелик CC02 из коробки особо, честно говоря, не валит, друзья мои. Поэтому делайте правильный выбор тачек и не покупайте данное ведро. А смотрите сравнительные тесты других автомобилей. И вот уже делайте правильный выбор. Ссылки внизу найдете все. Пока. Продолжение следует...